Осталось 10 секунд Осталось 10 секунд Пинг выбрали немножечко не то Что им в итоге помогло бы Чуть проще справиться со своим соперником Ну, посмотрим Опять-таки, да, не все, наверное В этом противостоянии решается Как мне кажется, сервером Не все решается пингом Все-таки и драфты должны решать Исполнение должно решать, идея должна решать Очень надеюсь, что здесь Именно это будет превалировать А не то, что кому-то играть некомфортно Такие вот дела, друзья. Еще раз сервер в Перу. Удобный для коллектива Thunder Predator. Это серьезное испытание для команды NoPing. Просто испытание, которое нужно преодолеть, если они хотят на мейджер. Если сумеют победить, то просто похвалим их и скажем, на 100% заслужили. Thunder Predator расчехляют одного из сильнейших героев. Товарища Муза. Герой, на котором он разрывал на мейджере, был Earth Spirit и был Tusk. У него в пуле постоянно. Так что... Это еще один балл заочный в копилочку команды Thunder Predator. Ну, интересно, как вайпера будут использовать. Он пока совсем не похож на вайпера пятерку. NoPing понятно, как его используют. Здесь уже есть Clockwork и Earth Spirit. Так, Clockwork и Earth Spirit. Вообще, на мой взгляд, не очень удачный игрок Остерка. Он, конечно, в зоне Абадона и в стампиде людей не пускает, в когах держит. Но, таким образом, он открывает позицию корову вайпера. И вайпер здесь будет, видимо, либо центр, либо оффлейн. Тайне от NoPing. Ну, в этот раз дали. Возьмут. Возьмут, когда дают. Опять же, повторимся, что NoPing очень много карп проводит с этим героем. Побеждают. Вивер на керри от Thunder Predator. Отметим, что оба кор-героя, которых мы видим, они без контроля. Контролем обладают саппорты. И важно, чтобы у саппортов игра шла хорошо. Такой ситуации. Ух ты, а это бетик. Туап, бетик тут крутой. Вайпер, спирит, локверк, бивер. Пока против вас тут вообще ничего нет. Интересно. Сегодня, когда играл Ремен вместо Миракла, на первой карте мы взяли бетрайдера. Они, конечно, справились, но там и ЛТВ на тролле расфармился. А на второй карте мы, помнишь, взяли просто самого простого героя двухкнопочного. На тебе, Бристлбека. Делай. Делай, что можешь. Все-таки победили. Осталось 5 секунд. Так, ну, бандит, короче, ребята из героев, ребята из наупинь героев, которые могут сбрасывать лассо. То есть убирается легионка. Причем бандит оффлейн персонажей и центрального. То есть они еще не знают, куда пойдет вайпер. И не узнают сразу, потому что закрывающий пик будет у Тандер Петтер, и они уже будут подстраиваться. В свою очередь понятно, что Тандер Петтер убирают героя в первой позиции. Минус Войд, минус Фантом Лансер. Отметим, что тот самый Фурион в пуле. Потому что поверят в него еще раз. И Чефан. Проходятся по иллюзионистам, посмотри. Медузы опять не оставляют. Так, а Тинни куда? Я надеюсь, что Тинни четверка. Не хочется здесь видеть Тинни позиции 2. Туда Батрайдер саппорт будет, если Тинни позиции. Ну да, да, да. Батрайдер четверка совсем плохо. Лучше Тинни Кентавра, что-то классическое, да? Кентавра запускать до появления того блинка в том числе. Ну и Батрайдер Медовый может неплохо проявить себя. Ты керриферерн или нет? Не-не-не. Ой, почему Луна? Почему не кто угодно? Гирокоптер? Непонятно, просто Луна. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Так. Ну, по трафту пока мне снизу нравится больше. Нужен какой-то герой в центр или в оффлейн, который будет против Батрайдер работать и поможет с Луной. Ну, Вивер против Луны, конечно, так себя смотрится. А что у нас против Батрайдера есть? Ну, либо какой-то парень с Лотосом, либо тот, кто потенциально купит Линку. Вообще, какой-то Тайтхантер есть, которому плевать. Ставишь в оффлейн, вайпер мид. Ну, конечно, так тоже будет набор героев. Не могу придумать какое-то однозначно крутое решение. Как тебе Слардар, может быть? Ну, опять же, если я говорю о том, что против Лосо игры нет, Слардар не решает эти вопросы. Теряет оффлейн. Шторм, который тоже страдает от нас. Не знаю, по виду легкая игра для Батрайдера. Это медовой Батрайдер, надеюсь? Смотрим. Да. Дарк Мага берет его в свои руки. Пятерка Абадон, четверка Тинни Мэтью. Что там, Мэтью, будем поднимать винрейт этому герою, пока Тинни проиграл 2 из 2. Так, ну и коэффициенты, давай, конечно, на них посмотрим. Полтора на Тандерпредатор, 2.48 на ноупинг. Ну, это такие классические коэффициенты на фаворита. С небольшим таким отрывом, учитывая еще, что сервер принадлежит команде ноупинг. Ой, господи, Тандерпредатор. Ничего себе принадлежит. Отжалю, вау. Отжалю, вау, сервачок. Ну, ладно, пожелаем удачи. Надеемся, что это будет хорошее, красивое. Так, давай подумаем. Вайпер, Эр Спирит, линия сильно ли убивает Луну на линии? Ну, вообще, конечно, убивает-то сильно. Вопрос в том, что Абадон будет заниматься жертвоприношением. Будет умирать во имя... Ну, во имя великой цели, чтобы Луна пофармила. Ну, в принципе, у Пандабу две карты такие были. Шел размениваться, шел умирать для того, чтобы просто все окей сложилось у Керри. Здесь придется делать то же самое. И, ну, линия непростая. Так или иначе. С другой стороны, Луна это такой персонаж, которого, да, выгнешь с линии, но он купит Мом. Пойдет какие-то стаки, пофармит. Камбэкнет. Если жесткого поджима потом не будет на других линиях, то, по идее, Луна должна будет справиться с тем, чтобы вырулить ситуацию. В свою очередь, Вивер будет стоять с Клокверком против линий Кентавр и Тинни. Ну, Вивера линия должна быть комфортной. Вообще, да, более чем. Что, наверное, удобный лейник на сайдах у Дандерпредатор. Но в центре, я думаю, что Даркмага должен показать силу своего бетрайдера. Вот, конечно, не знаю, насколько сильно будет сказываться пинг. На бетрайдере просто это очень важно. Потому что там ведь все вообще зависит от того, насколько быстро отреагирует твой герой на твои клики. Ты же ведь, когда настакиваешь напалом, ты там рассчитываешь, летишь ты под вышку или вовремя разворачиваешься и отменяешь. Все это должно делаться с минимальным пингом. И пинг в этом плане может очень сильно заруинить. Ну, грубо говоря, там, хотел развернуться пораньше, дилей чуть побольше сработал, ты чуть дальше залетел, получил какой-то вортекс, ревнон, ты уже не ушел. Ну, что-нибудь такое. Я очень хочу посмотреть на дуэль Мэтью и Муза в этой карте. Два таких подвижных героя, в какой-то степени очень похожих. От двух капитанов. Ну, я уже говорил, да, что Мэтью уже выступал за команду Тандерпилетор весь 2020 год. И для него, конкретно, я думаю, эта встреча очень важна. Он очень хочет взять реванш, он очень хочет показать, что он сильный игрок и, возможно, зря его отказались. Он крутой. И на Худвинг, вообще, ты знаешь, из всех, кого я видел на Худвинг, мне Мэтью нравится больше всех. Вообще, в целом. Во всем DPC сезоне, во всех регионах. Их, конечно, было очень мало и не так много игроков ски можно сравнивать. Всего 9 появлений у героя. Ну, Мэтью хотя бы ей винрейт пытается поднимать. До этого был 33%. Тандерпилетор прошимает смок на старте. Пинг этого не делают. А, там трипла, возможно, или дабла какая-то пойдет с вивером в оффлейн. Я вижу вайпера снизу. Как-то неохотно он идет в сложную линию. Вообще не идет. Так, давай подумаем, зачем это нужно. Чтобы что? Ну, вообще, у этой триплы потенциал, возможно, даже повыше, чем у триплы Тинни, Абадон, Луна потенциальный. И Чи Фэну не хотят давать легко фармить. Так уж получилось, что две карты подряд он держал там топ Войнед Ворс постоянно. Здесь, ну, герои, типа Абадон и Тинни, не лучшие, наверное, помощники. В три на три и под любые коги, под любое закатывание муза будут фраги делать в Тандерпилеторах. Имеет смысл. На триплы не похоже. Уходит Air Spirit пока вниз, стоять с вайпером. А Клокер будет на пятерке защищать МНЗ. Ну, конечно, перетяжки там какие-то будут. Я уверен, что Air Spirit не будет стоять на месте. Да, все-таки очень высокий уровень героя у муза. Платиновый Air Spirit. Найти на карте, я думаю, себя сможет. Мэтью Фрэнка нашел. Так, интересно. Дай ему тычку. Он тостность хочет? На Абадона кидаем. Оп, оп. Да. Че они придумали какой-то трэш? А Крипова кто будет бить? Я уж думал, там сейчас Абадон пассивку вкачает. Но нет. В итоге Тинни улетает наверх. Не хотят, ноу-пинг, оставлять HF напротив вивера. HF уже снизу. Качал, конечно, Ауру. Не будет спокойно добивать крипов. А вот спокойно ли против вайпера? Сейчас узнаем. Адон будет помогать, естественно. Но вообще потенциал есть у W Thunder Thunder Thunder. Даже убивать. Если не HF, то как минимум пандабу. Ну да, нормально здесь линия, да? Вайпер должен стоять там как-то. Кот из соперника крипик убить. Там добудовый. Ой, бивер. Лол. Мнз. Умер. Хе-хе-хе-хе-хе. Мойте подошел, закинул. Там из восстанил. Убили. Как там? 2К ММР-клубинация? Да, ты так как-то. Круче только хук под мины. Да. Ну да. Абаддон атака. Абаддон есть. Афотик шилд. Пандабу применил. Ну да, атаковать будут раз за разом. Мус и Фрэнк будут пытаться находить слабые места в этой табле. Пытаться напрячь луну все-таки, убивать абаддона. Других вариантов-то особо нет. Не очень понимаю, зачем вот такие свапы нужны будут. Нежели луна не могла хорошо отстоять линию против Клокерка и Вивера? Может быть и нет, кстати. Сложно сказать. Может испугались такой таблы в оффлейне. Игрокам явно беднее. Но луна просто в оффлейне, я думаю, чувствуется не очень хорошо. Пандабу. Живет пока. Ну луна просто 4 крипа. Вот-вот. Старт ужасный. И дальше-то лучше вроде как не должно быть. Возможно Тинни перетянется в скором времени. Например, когда Кентавр хотя бы кольцо себе купит. Чего-то вам мало будет Вивер. Посмотрите, какие куски отрывает. Да, непросто. И Оскару на топе, Вивер на фрифарме. И снизу. Тяжело на старте. Ладно, хотя бы в миде все неплохо у команды NoPing. Там Даркмага хороший крипстат показывает. Наверное, против Шторма на старте это несложно. Ну тут не то, чтобы хороший крипстат он показывает. Тут надо убивать. Доминирует этот Штормом. Пытаться пока у него в шестом уровне нет. Это пока не очень получается. Ну просто, как мне кажется, что он более вероятен. На топе терения Драка. Оскар, Мэтью. Размен произошел. Первый убивает МДЗ. Но Мэтью разменивает Вивера. Который опять-таки просто... Вроде должен был чудом выживать. Но какой-то урон последний залетает. И он погибает. В этих разменах. Вивера крипов больше в два раза, чем у Луны. Но из-за двух смертей надфорс у него... Нет, надфорс я тоже вижу. Смерть не так котируется. А если ты бьешь крипчиков, у тебя все хорошо. И снизу в этот раз Абадона уже точно не отпустят. Враг достается Фрэнку. Чифэн. И крипов не добивает. И героя они здесь на линии теряют. Какой же непростой старт у Чифэна. Он некомфортно, мне кажется, себя чувствует. Вообще в таком положении. На топе снова фраг. Тут, конечно, отрабатывает дабла. Мэтью. 1-0-2. Ну, Мэтью, то и делай. Просто тосай ты, тосай ты, тосай ты, тосай ты. И все получается, главное. Мэтью молодец. Простейшая комбинация. Просто реально тосаешь и все. Ну да, киндавр станет. Изи. Ну надо, Тинни тут хотя бы там день какие-то получит. Левел получит. Да, вот у него четвертой с половинкой. Кстати говоря, на пятой минуте. Это вообще-то геогоко какой левел. Может быть реально с оверлевелом потом можно будет прийти внизу, снизу помогать. А помощь там требуется, как мы выяснили. На Фрэнка, правда, нападают. Бим! Тубан войны! Убил. Зачем-то. Выглянул вайпер и получил еще один бим. Погиб. Если просто прятался, то выжил. А так разменялся. Чудеса, конечно, что даже размен какой-то получается делать. Такой сложной линии. Чифэн даже фраг заработал. Немного поправит его на Творс. Он догоняет хотя бы вайпера. Который погиб. А, Оскар. Нужно все-таки какой-то реген ему иметь. Нового кольца пока не хватает. Ну, просто хотя бы отхилиться, чтобы нормально выходить на линию и размениваться там с МНЗ и крипов нормально бить. Мэтью пришел в центр. Но тут, извините, ли, оставил левел 6. Он просто пойдет и убьет. Сейчас Мэтью при желании. Там мана есть. Есть стики. Футрайдер их регулярно заряжает. Футрайдер также с левелом 6, естественно. Но скиллпоинт оставил, пока ультимейт не вкачивает. Если потребуется, вкачает. Вот сейчас вкачал. Ну, а что раз, теперь действительно 6-й апнул. То есть задоминировать на этой линии не вышло точно. Что раз, теперь очень хорошо отставил лейт. Теперь вопрос уже, как Даркмагу по карте будет двигаться. Так, там за Оскаром собираются выезжать. У него очень мало здоровья осталось. И стиков, зарядов тоже немного. Он же из этого пробует зацепить. Левел 3. Вивер пойдет под вышку. Вивер не идет. Нужна какая-то хелпа. Либо курьера сюда отправлять. В центре тоже какая-то движуха. Там Мэтью погибает. Даркмага, хоть и слассо, но шторма, наверное... Или попробует осилить. Там маны немного, там есть стики. Без фаерфлая никак, да? А вот сейчас, а вот прямо сейчас хватать, потому что откатится через секунду способность. Маны, маны, маны. Он и так сожжет, кстати. Он и так сожжет, там много стаков. И Аркмага молодец. Разыграл. Справился против двоих. Прогнобировал полностью Эр Спирита. Знал, что у того на КД там нюки. Но не так полезен. Бутылку забузить можно в центре. Да, забузили бутылку. Ну, отличный, отличный маневр. И все-таки удалось взять верх над вражеским мидером. Это клево. 5-4 пока. Ну, равная игра. В принципе, Луна тоже выруливает свой лейн. Да, там, из-за того, что фраг все-таки какой-то один сделал Эхвен. Все же не умирает. Хоть и фармить слабо, но жизнь свою не отдает. Шторм идти. А вот сейчас умирать придется. Пытается спасать его Пандабу, но Эхвен погиб в Пандабу тоже отсюда. Могут не отпустить. Правда, пришел Даркмага. Щиток успевает взорваться. Тут и Шторма хочет сжечь и Фрэнка, хочет сжечь и Стампит есть. Недалеко просто улетит Лео Стайл. И красавчик Даркмага. Даблкилл зарабатывает. Какой, а? Прям все получается. Сразу типа получает от своей команды. Там сейчас, кстати, МНЗ хотят убить. Не смог засыпать Мэтью. МНЗ здорово. Увернулся. Тос! Клокверка, значит, подвышку. Ну, ни одного, так другого будем убивать. МЖЗ. Пару ударов надо. Тут мус есть. Здорово. Размен, конечно, происходит. И больше людей убьют. Тандер Приддитер. Ноупинг просто не знали, что здесь еще один. Саппорт. 8-8. Но тут уже мясная карта у нас. Да. МНЗ даблкил оставили. То, что нужно. На Творос 3-400. 3-500. Решил делать молнии первым спотом. Ну, на разгон, да, видел? В центре. HFN пытается фармить, что он просто прыгает его соло убивать. HFN что-то потерялся. Вообще, HFN плохая идея. Вот так выходить фармить соло. Когда ты беззащитный. Когда у тебя саппорт не под боком. Далековато стоял Пандабу. И так тысячу летишь. Даже больше уже вивера. Так еще и вставляешься. Надо как можно быстрее добираться до своего мэттенса. Уходить в лес. МНЗ уже левел 8. Имеет луны. Посмотри только пятый. Катастрофа, конечно. Бэтрайдер просто может соло это все не вывести в ближайшее время. Правда, он снизу пытается убить. Стаббит использовался. Пандабу, но он готов, если что, защищать. Да. Убивает вайпера. Муза тоже хотят. Прям под вышку, да? У Цептревел есть у Даркмага. Ну, ну, подставляться ли под роллинг болтер или не стоит? Пишу, что не стоит. Страшно было. Отпивается. Смог сразу заюзали. Там КД на лосо 5 секунд. Ну, это у самого Эрспирита. А он, кстати, смог развеял. Но умрет, да? Без лосо спавится. Ну, с другой стороны, смог впитал, чтобы на другого, на кор-героя, атака не была направлена. Спейса очень много, на самом деле. И луна должна этим пользоваться. Нельзя подставляться. Надо просто аккуратненько фармить в лесах. Максимально саевого, максимально где-то в скрытых позициях. Потому что, ну, тебе дают возможность. Пока, во всяком случае. Потом, если у Бутрайда что-то не будет получаться, там и на луну будут обращать внимание. И фарма будет тоже меньше. Оскар пока статичен. Он никуда не двигается. Он купил себе вангвард. Дальше будет покупать блинг. Пока команде помогает тем, что 7 ассистов сделали они с тени. Ну и, конечно, тем, что постоянно нажимает стампит. Очень своевременно. Где-то, получается, помогать убивать. Где-то спасает людей. Так, здесь вкатывается в Бутрайдера. Посмотрим. Там вообще есть Абаддон. Не так-то просто будет справиться с Бутрайдером. Просто полетел. Урон, конечно, может большой нанести и Шторм, и Эр Спирит. Но Абаддон. Все еще Абаддон. Бутрайдер. А тут тени есть. И хватает вайпера. Это минус 2 в исполнении. Но пинг. Ультимейт перед смертью. Как же круто играет там мага. Я просто смотрю, что он делает. Он четко понимает, где нужно лосо, где он убивает без лосо спокойно. То есть сейчас Бутрайдера понерфили, да, когда ему увеличили КД на эту самую ультимативную способность. Поэтому надо более бережно относиться к реализации этого ульта. И Даркмага сейчас делает просто максимальный эффект. Какой флеймбрейк. Он выкинул из когов. МДЗ. Можно убить. Приходит Фивер. Фивер опасно. Или Бутрайдер опасно. Вортекс получает. Абаддон. Не-не-не. Абаддона тоже могут потерять. Нет, у него есть литмейн. Как много героев в центре. Все герои в центре. Кентавра. Не лучшая цель. Не самая простая. Мэтью его выбрасывает. Мэтью сам пытается спрятаться под вышкой. Абаддон работает. Абаддон. Афотик Шилд, Мист Койл, Афотик Шилд, Мист Койл. И дальше уже цеплять мустом пытался. Понимал, что сейчас нагоним. Одного, второго, третьего. Но Абаддон всех защищает. Ланем бы прослезился сейчас, наверное. Кто прослезился? Ланем. А. В лучших традициях. Даркмага решил сделать БКБ. Ну, откровенно, конечно. Нагло играет. Но тут такой геймплей у него. Что поделать. То есть, какой-то один раз из, там, с 5-6 он будет умирать за свою наглость, за свою терраску. Он будет ловить, и он на него будет тратить все там нюки, все способности. Но при этом, скорее, там, профит с того, что он делает, он повыше, конечно. Потому что за счет его геймплея создало 8 убийств, реализовано в 6 случаях, самим Даркмага. Топ на Творс, все остальное, поэтому игра великолепная. Тем не менее. МНЗ только-только сейчас себе принесет молнии. Мы видим, Луна немножечко к нему подбирается по фарму, и Луна сама по себе на дистанции, конечно, фармит быстрее. Абадон должен успеть как-то защитить. И поживет еще пару секунд Даркмагу. Он, конечно, фраг заработал, но погиб следом. Мэтью, не знаю, есть ли смысл. Туда еще Вивер бежит. И здесь команде наупинг нужно отступать. И здесь меньше. Абадона точно добьют. Мэтью надо прятаться. Опять нагло, опять дерзко, в Клокверка бэтрайдер до конца там. Ну, Space, Space. Потому что Оскар пока помочь не может. Он купил Бангвард, купил Клоак, у него нет блинка. Вот когда появится блинк, он тоже будет врываться. Ну и понятно, что Луна просто качается. Ну, максимальная Space, максимальная Space. У него все в Spirit. Рассказ найти. Тоже хороший. МНЗ бы взять. Бэтрайдер здесь, у него нет блинка, да? У него... У него только Трэвэл Лав. Поэтому моментально оказаться перед лидером и спрятать его в лосо. Зажать в лосо не получается. Таркпага, конечно, наглец, но еще и успевает все нейтральные кемпы забрать, которые должна была фармить Луна. Ей надо делить теперь карту на двоих. На самом деле, конечно, у УЧФН свободный треугольник. Треугольник и вражеский лес. Там можно поработать. Можно пойти снизу вышку все-таки спушить, чтобы какая-то часть леса вражеского тоже была под контролем Луны, чтобы она там спокойно фармила. И не забирала Бэтрайдера, Бэтрайдера не забирала Луны. И Луну в такой ситуации, Гангать, было бы сложнее. То есть я думаю, что нужно поработать именно по нижней линии. Сейчас коллективу НОПИНК. Вот и отправляешь туда. Куда уже, например, идет Дакмако. Он все понимает. Жалко, что тиммейты не пойдешь. Там Бэтрайдер довольно плохо пушит все же. Тут скорее наоборот Бэтрайдер должен где-то в центре играть, а еще ФН с Оскаром где-то снизу. Хотят, видимо, вышку в центре приоритете забрать. Она реально лоу ХП. Но это байт. На эту убытку байт. Как раз таки, ребята, из Thunder Predator. Хорошо, как он зонит. Зонит, зонит, зонит. А потом успел все-таки Ньюки нажать свои, стампит. И Кентавр ушел. А потом погибнет, пожалуйста. Или то, суббот. Мэтью пытаются спасти. Они все друг друга спасают. Но пришел МНЗ. Просто собрал здесь двух героев. Гьют еще и Тинни. До последнего пытались жить. И ЧФН стоит такой. Ребят, я на фарме. Ничего не знаю. Минус 3. Сейчас еще и погибнет Дархмагу, наверное, нет? Ну, не знаю. Мне кажется, что идейно очень плохо сыгран. Ну, то есть, какая вышка по центру? Ребят, снизу Тавр, который не будет защищен. На фарме там Луна. С пуш там Кентавр. Купит свой злосчастный блинг. Купил, кстати. Вот так залетели, да. Там пытаются как-то на скиллухе защищать друг друга. Но пришел просто в спину МНЗ и собрал два убийства. Просто крято. И заработал много-много денег. Но пинг просто умерли. Ни за что. Просто ни за что. Никой компенсации не получили. Это плохо. Так, здесь продолжают делать но пинг стаки. И Тандерпреттер все это знают. Нормально посидел пуст на хайграунде. Как выбраться теперь оттуда? Вот так, например, но ненадолго, да. Вы должны здесь, конечно, убить. Фандабу решил себе фраг оставить. Ну, а Луна будет фармить. Масков Мэднес. Стаков много. Будет потихонечку приближаться к Виверу. Около тысячи между ними. Посмотри, какой бедный вайпер. Только сейчас обратил внимание. Классический вайпер в оффлейне. Четыре смерти. Вроде как неплохая была для него линия. Но он с него толком ничего не вынес. Пару раз напрягли Абадона. Один раз пришел Штормдом Луну. Что-то убили. Но сам по себе-то герой фармит медленно. И он превращается в третьего саппорта. Не сравнить с Кентавром. Я думаю, по импакту и дальше. Кентавр будет сильно круче. В смоках выходит Абатрайдера. Есть Сайленс. Точник Абатрайдера есть. Кому все-таки Абадон рядышком. Ну нет, этого мало. Тинни свой проказ дает. Абадона выбили ультимейт. Там Вивер заходит в спину. Пытается пробить Тинни для начала. И ЧП ну плевать. Ребята, у меня Эншенты. Я в трех метрах, но у меня Эншенты. Ну он не может драку вступить. У него 1200 хп. Ну помилуйте. Какая ультимейта нет. То есть это максимальный фарм от ЭЧП. Кто-то недавно так делал в Китае. Помнишь тоже? Не помню кто. Но тоже не качала бимы. Не качала ультимейтов. Ну так идея нормальная. Единственное, что тиммейты подводят пока. Принимают вообще ненужные файты. Там идеальные сформы зашли. Настолько идеальные, что Оскар набегал сконтроницировать. Прыгнуть через Блинк на как раз свой треугольник. Но сформ залетел. Ручок. И Оскар под него попался. И Блинк сбит. И помочь ничем не смог, кроме Стампида. Ну а Бутрайдер, да, в очередной раз погибает. Его актуальность немножко теряется. Но БКБ все-таки Дархмагу нужно взять. Из топа у Натворса с большим-большим преимуществом сейчас. Лишь вторая строчка скромная. Где Виверу отдали огромное количество убийств и ассистов. У МНЗ уже подходит Сенжан Яш. Очень напряженная карта. Очень много у нас убийств. И в этот раз, я думаю, никакого разгрома не будет. Уже нельзя говорить о каком-то разгроме. Как это за 17 минут. Ни одна из команд не может преимущество больше 2000 заработать. Шот. Ой, какая встреча. Батвард залезли. Сен-Траур, конечно, нажал станчики. Пайп нажали. Старпит. Эклипс пошел. Много демоджа. Клокер погиб. Тосует Роман и Зену. Он в шикучах. Минус Тинни. Размен состоялся. Убрали Распирита. И вот Лассо только сейчас. И убьют Шторма. Хороший Лассо. Идеально было бы, конечно, Вивера дать. Но Вивер там в шикуче бегает. Тяжело обнаружить. А Эклипс, кстати, не было. Там был просто Бим один. Эклипс в единичку вкачан. И Чфэн так и не стал его нажимать. И все ждал-ждал. Хладнокровно его сохранил. Интересно. О, Атос, Фэнка. Импакт пошел. Ждал-ка, что это Атос, который он собирал 19 минут, диспейлиться одним щитом Абадона. Очень жил. Шикарный артефакт и герой полезный. Получается. Конкурсы интересные. Ван Дабу погибает. Мназад здесь его так рыс. Да, надо вот... Единственный вопрос решить нужно ребятам из NoPing в драках. Это вопрос под названием Давайте-ка лучше Лассо Вивера дать. Я, конечно, понимаю, что у меня сейчас статус-эффект резист появился. 25%. И уже менее эффективные станы и контроли. Но если забросают все под Лассо, то Вивера убьют. Там 2000 хп, это, в принципе, достаточно подъемный. Шторм обрывается в Тине. Саленс есть. Кентауэр контр-иницирует. Шторм увернулся. Шикарно. Тине пока поживет. Эблочим отбрасывается. И... Неудачный, однако, от Муза. И от Лео Стайл Тине выжил. Ракетка летит. Ракетка не добивает Тине. У него есть ультимейт. ДД ультимейт. Но блинка по-прежнему нет. И он сначала вроде как поставил себе блин. Сейчас я не вижу. Видимо, передумал. Кстати, ноупинг пошли в сторону Т2 снизу. Сейчас у них и тимфайт очень сильный. Луна получила. От андерпетер забирает про Шапс. Опа. Это тоже интересно. Неужели... Но пик должны на компенсацию получать эти нижние линии. Потому что они могут ни там, ни тут не стоять. Так получается. Выиграли макромонент. Хороший выход. Тандерпет. Ловкий. И вивер защищается от лосов. Таким образом. Смог, да? Ну, опять, стандартная ситуация. Соперник убил Рошана. Мы все равно пойдем. Мы не боимся. Да, наверное, имеют право. Не обязательно даже с вивером разбираться. Он, конечно, очень много может сделать, пока его не убивают. Это примитивный очень брейк от Кентавра. Вивер, естественно, среагировал. Пытается его перебатить на армага. Перебатил. И соус застрял просто. Потому что это был идеальный фламбрег. Второй раз. Сейчас тоже тайминговый стандарт. Клип сейчас пойдет, да? Да. И стан тоже в тайминг. И вивера убьют. Не убьют. Нет, таймлэпс. Ты посмотри, он опять, что ли, застрял? Он застрял. Он не может двигаться. Он не может двигаться. Три секунды назад там был. Жесть какая-то. Ну и теперь они пытаются драться без вивера. Шторм там что-то полетал. Вайпер, до свидания сразу. Да. Я не знаю. Даркман как гений на Бэтрайдере, судя по всему. Что он творит? Это фантастика какая-то. Вивер просто не мог выбраться. Что это за точка? Видно было, как он своими лапками перебирает и пытается. Кричит, помогите, помогите. А помочь-то и некому. Круто. Реально крутой момент. Казалось бы, в начале, да, вот так вот Оскар не попал с танчиком. И провален момент полностью. Ничего не сделать. Но тут же следом Бэтрайдер делает такой хайлайт, который ну лишает всех преимуществ Рошана, ребята, Стандарт Петер. Они более того и Вивера потеряли, и Тир-2 потеряли. 5000 за ноу-пинг, инициатива за ними. При этом Луна фармит. И Луна начинает оверфармить Вивера. Что очень важно. Хотя до протяжения большей части этой игры Луна была в качестве догоняющей, достающей. Врыв на Даркмага. У него есть БКБ. БКБ тупо-аут решает все проблемы здесь. Но даже это не пришлось делать. Лео Стайл просто всю ману потратил. Даркмага улетел. Было бы забавным старпагом. Нажал бы Firefly, но развернулся в лосо до логи. Шар-то будет покупать себе Бэтрайдер. Два заряда флэмбрека. Ну и следом появится Octarin Core через линзу. Ну будет просто нон-стоп Firefly летать. Протканировали территорию. Да, читали, что соперингис какой-то был. И это был Air Spirit, но он уже успел телепортировать. Шесть тысяч в пользу NoPing. Играют на чужом сервере, я напомню. Играют очень уверенно. Да, крутая, бесспорно, крутая карта. Пока в их исполнении. Thunder Peter пока не сдаются. Не надо сдаваться, надо искать какие-то свои моменты, искать возможность выиграть тимфайт. По-прежнему это, наверное, реально. Но с каждой минутой все сложнее и сложнее, естественно. Заход на хай-граунд от NoPing. Зашли. Тополь-то стоит. Зашли, вышли, передумали. Торопиться некуда. Время против них здесь вряд ли играет. У них едва ли слабее лейт. Тетрайдер такой герой, который на любой стадии игры очень актуален. И можно там придумать ему артефакты, с которыми он будет еще круче. Шарт уже взял. Погони. Им тоже можно будет когда-то взять. Если понадобится. Я вот смотрю, ребята из Тандарт Петра вообще не придумывают никаких артефактов против Бэтрайдера. Я не вижу попыток купить Лотус, Линкен Сферу, ничего подобного. Покупают БКБшки. Ну, как бы тоже вроде как нужно, да? Майки там много. Проказ Тени, там Эклипсы. Станы Кентавра. Да и сам Firefly тоже слэм-реком сжигают. Но фактически они дают возможность Бэтрайдеру быть действительно крутым, полезным на протяжении всей карты. И Бэтрайдеру не надо заморачиваться о том, что кто-то там должен линку сбить или еще что-то. Нет, просто видишь цель, даешь лассо. Сдиспэрить лассо нечем. И ты король. Это странно. Ну, кто мог купить? Допустим, во Flame Viper, да, мог купить Лотус. Минимум. Он бы мог захотеть купить Лотус, но после своего Атоса фармит тут, конечно, очень медленно. Но он даже не смотрит реально в сторону этого артефакта. БКБ решил взять. Часть уже взял. БКБ тоже нужным, безусловно. Смотрим на количество прокаста, контроля. Команды No Ping. Куда здесь вообще без БКБ? Да, и Виверу Блокинг Бар нужен. И Штарму Блокинг Бар нужен. Штарма уже есть. 9 секунд. Все как положено. Но No Ping вполне могут дотянуть игру до второго Рошана. Правда сейчас Тандерпретер как будто собираются кого-то перехватить, может быть, на отходе. Смог прожали. Есть БКБ, у Вивера принес, но там бабочка появилась у Луны. Разобрал он Мом. В центре Вивер успевает улететь. Глимер Кейп. Ну там ракеткой просветили предварительно. Вся информация есть. Но не в позиции может оказаться Клокер. Прыгает Штарма, Штарм Саленс реагирует. Эклипс пошел под лассо Вайпером. Вайпер пытается быстро забрать. Вайпер. Сномпи, да, быстро забрали его. Кидавр стоит в когах. Штарм влетел. Пытается драться до конца Вивер. Пробить Беттика. Беттик Глимер Кейпе. Вне зоны видимости. Вивер заканчивается. БКБ Штарм пытается добрать Беттика. Вортекс может получиться. Да, получается. Проказ, Стормана он живет. Музов берут. Музов забирают. Муз, есть байбэк. Если что. Луна. Бим. Пытается пробить Бивер. Вивер кайтит. Клокер тоже кайтит. И минус Луна. Драка выигрывает с команды Андерпиетер. Че, Боскар добрать? Раскайтили шикарно. Очень все круто сделали. В один момент казалось, что посыпется сейчас Андерпиетер. Но БКБ сыграли свою роль. БКБ на Штарме. Лео Стайл очень долго жил. БКБ на Вивере. Ну, видишь, изначальный фокус. Эклипс и Лассо пошло в героя, который выкупился. И этот герой... Ну, Вайпер, да? То есть, хочется Штармата, Вивера выключить. Окей, если вы начинаете с убийства Штарма и Вивера, его убиваете, и кто-то из них там, кто-то из этих двух героев делает байбэк. Это хорошая драка, если вы там при этом потеряете лунную бетрайдера. Но то, что они напали на Вайпера, который просто выкупился, в итоге Вивер, Шторм остается живых, а вы теряете лунную бетрайдера, это плохая. Поэтому вопрос опять в таргете, вопрос в фокусе. Мы уже тут подмечали, что у бетрайдера просто выбор из пяти героев, кого давать Лассо. Почему он выбрал свою цель у Вайпера? Ну, возможно, подумал, что мы с запасом выиграем драку и так. Но нет. Вивер постоянно ло-хп, отбегал, возвращался, уносил какой-то урон там, да, маломальский по луне. Вайпер тоже пришел после байбэка, постреливал, поплевывал. Реально, это было неплохо. Вайпер пытается взять после байбэка. Хукшот нейтральный крипов дал МДЗ. Смотрел на тиммейтов, на вражеских героев, но не смотрел, что перед носом. А перед носом была пачка нейтрала. И Вайпер погибает без байбэка. И был бы идеальный момент для того, чтобы Рошана забрать. Повезет ли им с таймером? Везучий или сегодня ноу-пинг? Судя по тому, что они играют на чешом сервере пока не особо. Но, может быть, повезет Рошане? Давай посмотрим. Меньше минуты, таймер нужен. Нет. Максимально удобный таймер. Все против них сегодня. Надо выгрызать будет эту победу, если получится. Тогда нужно играть вопреки. Ну да. Там ведь еще Мус выкупался в той драке. То есть два байбэка. Из-за этого экономика не сильно пользуется у пинг. Ой, в смысле Тандерпреатор качнулась. Те же там примерно 5-6 тысяч остались. Немного отыграли. Фавориты этой серии. МНЗ ломает бабушку снизу. А там заход на хайграунд. Понимаю, что... Там перехватили кого-то. Ой, Мус, Мус. Погиби без байбэка. Да, второй герой без байбэка. Неловко получилось. Долго его не будет. Тене идет еще. Перехватывать ТП-шки, сбивать. Это просто не получается. Вивер сплит пушит нижнюю линию. Тир-2 должен забрать. Глиф. Не использовали. Ай. Они нажали... Ой, ну это фейл. Нажали глиф. Через 2 секунды после того, как Вивер спушил дышку. Что это за отклик? Это пинг? Понятно. Это ноу-пинг. Это ноу-пинг. И тут таки ноу-пинг. Но Рошан! Нет. Сколько можно его ждать? Дота коварная. С этими таймерами. С этой монеткой. Да, ноу-пинг реально играет без фортуны фактически. На скиллухе. Ну, тем более, приятная будет победа. Потому что действительно, вопреки всем неудачам, они пока идут очень хорошо. 9000 преимущества. Стампид нажали. Шторм среагировал. Ушел. Клокверк среагировал. Убегает. На туман войны его не было видно. Стампид потрачен. Бетрайдер покупает себя как-то ринкора все-таки. Взял себе сопротивление к магии, к слову. Выживаемости добавил. Ну, а там левый талант в 20-м брать. Наверное, на таком бетрайдер не очень хочется, потому что и ты так сверхмобильный. Ну, куда там? Трава-лав, афарфлай. Что тебе? Мог спида не хватит. Стампид, если что будет. Поэтому, да, вот защититься от магии, это тут прия. Ну, из Рошана будут драть Стампид. Они потеряли без байбэка Вайпера. После этого без байбэка потеряли Распирита. Все равно. Все успели воскреснуть нормально, занять позиции. И файт 5 на 5 на Рошане. Ну, предыдущий файт Стампид получил все-таки неплохим. Да, сейчас тоже учитывается, что байбэков не будет. И уже без них придется выигрывать. Ну, попробуй, попробуй. А вот в таблице, я смотрю, два байбэка. Все равно у них есть. Даже больше, как ни странно, чем у соперника. Там всем банально не хватает денег. Посмотри, копеек каких-то. Меньше тысячи у каждого. Ну, драка не прямо сейчас. Еще фармим тогда. Низ отпушивает Бутрайдер. Он на байбэк себе сейчас нафарм. Аганим на Вайпере. Он не стал себе бкб покупать. Ну, не знаю. Аганим на Вайпере. Довольно средняя штука. Слушай, ну идея простая. То есть мы 10 секунд как-то поживем. Постараемся за всю свою не очень полезную, но все-таки жизнь сделать максимальный пак для своей команды. Ну, то есть с БКБ что? С БКБ бы он просто так же бы умер. Ну, подольше бы умирал. Но дал бы один Вайпер Страйк. Без БКБ он умрет чуть-чуть пораньше. Слушай, но возможно успеет дать два Вайпер Страйка. Да я все в сторону Лотоса смотрю. Не, ну да, да. Слушай, в сторону Лотоса смотреть нужно тут всем. Я бы тут и на Вивере задумался какую-то линку приобрести на всякий случай. То есть понятно, прецедентов не было, чтобы Вивер получал Ассо. Тот же Шторм, допустим, играет. Да, орчит БКБ. И тоже как бы, да, не хочет там линку какую-то покупать. Ну все потому, что Бутрайдер выбирает все цели другие. Но давайте представим ситуацию, что вот так получилось, что Бутрайдер все-таки напал на Вивер или на Шторма. А что вы делать будете, брат? 1600 хп Шторм сперед на 31-й минуте или Вивер 2300 хп? Ну там же просто съедят. Придется байбеки нажимать. Не хочется. Не хочется, чтобы у Оскара эти проблемы как-то влияли сейчас на битву довольно важную. Самый запакованный. Ну не самый запакованный, но очень запакованный герой здесь. Очень полезный, скажем так. Вот он у него лотус есть. Пайп на команду есть. Там битву через 14. Ирошан-то какой важный. Сироегис, Шард. Чудо-файт нужен. Я тоже был удивлен, когда малоценно драку 5 на 5 Тандерпетер неплохо провели. С большим отставанием. Но все-таки смогли пробить даже луну. Ну теперь нечто подобное нужно и в этой карте. Возвращается Оскар. Отжимается пауза, друзья. Ну давайте посмотрим. В этих предварительно досталкивает нижнюю линию. Ну он имеет право так делать. У него есть травела. У него есть крикки. Чарм. И актеринкор. У него сплс, кд там. Максимально маленькие. Но на файрфлай кд 30 секунд. Длительность 15. Удобно. Ну лассо, кстати говоря, возможно, возьмет талант себе на 25. Там, кстати, и на файрфлай тоже приятный талант. 6,5 секунд действия файрфлай. Но лассо, как выглядит, конечно, поинтереснее. Минус 35 секунд сейчас с учетом того, что у тебя квикник, чарм и актеринкор. А в будущем, возможно, еще и сплпризм. То лассо прям по кайфу можно будет юзать. Раз в минутку. А то и раньше. Бэтрайдер. Вивер встречает с формами. Манта, лотос. Танкентавра шикарный. И вот оно лассо. Друзья, вот оно лассо. Шторм вайбэк нажимает. А что делать? БКБ вивер. Сейчас будет лететь. Ой, под эклипсой МГЗ попался. Шторм влетает. БКБ нажимает. Беттик пытается убить. Беттик вайперстрайк получает. Погиб. На луну. Луна вайперстрайк сбрасывает вантой. Идет вперед Абатон. Есть ультимейт. Станкентавра хороший. Фрэнка пытаются убить. Фрэнк лоу хп. Фрэнк погиб. Пару вайперстрайков. Фрэнк успел дать. Не крути. Бэтрайдер выкупается. Падает шторм без вайбэка. Это совсем катастрофа. Минус шторм. Там пытается укатиться еще мус. А его бэтрайдер тоже здесь может спокойно догонять. Там шесть стаков. А сгорит. Сгорел, да. Начинает падать вторая линия. И даже Рошана, конечно, не стали убивать ноу пинка. Не понимают, что там героев нет байбэков. Они собираются игру заканчивать прямо сейчас. И, возможно, оставлять команду Тандер Предатор за бортом мейджора. Второе поражение будет. Ну так, друзья. В ноу пинк героическая победа, кажется, намечается сейчас. И действительно очень высока вероятность того, что именно ноу пинка с вами увидим от Южной Америки. На мейджор. Кстати, еще и не факт, что со второго места. Эти еще и с фисткостами повоюют. Эти еще попробуют на мейджор на плей-офф попасть. Ну, брав, брав. Молодцы. Ну, вот то, о чем мы говорили, друзья. Обыграли соперника на чужом сервере. Все. Претензий никаких нет. Конкретно в данную минуту, на сегодняшний день, команда ноу пинка просто сильнее, чем Тандер Предатор. И это абсолютный факт. Молодцы. Просто браво. Шикарно. Две команды в Южной Америке на данную секунду сильнее, чем Тандер Предатор, которые в топ-6 мажора залетели, если вдруг кто забыл. Это шикарный результат. Ну, не зря почему-то я так ждал этот матч. И очень я сильно рейтил команду ноу пинг. С самого начала, там, с первого тура не подвели. Это радует. Даже не знаю, кого из них отметить. В первую очередь, Даркмага шикарно отыграл последнюю карту. Да и вторую неплохо. Мэтью был шикарен. И здесь, и на прошлой карте. Да все молодцы. Все очень здорово действовали. А Тандер Предатор с двумя поражениями. От них уже ничего не зависит. Они сейчас просто зрители. Они будут болеть за всех соперников ноу пинг. Но даже победа без кост в матче с ноу пинг ничего им не дает. Им нужно, чтобы ноу пинг проиграли кому-то еще. А кому они еще могут проиграть? С SG уже матч был. С Infamous играли? Да, посмотрим. С Infamous? Ну, видимо, да. Есть команда Unknown. Unknown 0.4 тут? Только Infamous остается. Либо сейчас Тандер Предатор очень болеют за команду Infamous в следующем матче против Бесткост. Ну и потом, конечно, болеют за ноу пинг. И тогда шансы остаются. Будем смотреть. У нас эфир не заканчивается. Это была шикарная серия, в которой ноу пинг оказались сильнее. А следующий матч по расписанию как раз-таки Бесткост против Infamous. Так что заряжаемся. Серия должна стартовать, я так понимаю, через 15 минут по расписанию. Никуда мы там не выбиваемся. Так что далеко не расходимся. Запасаемся кофеечком. Через 15 минут на том же месте продолжаем смотреть Южную Америку. А пока небольшая пауза. Субтитры сделал DimaTorzok